приветствую всех настоящих ценителей бокса только что посмотрел бой эрола спенса против кубинца юрдениса угаса и хочу с вами поделиться впечатлениями а также разберем поединок технически и сделаем из него весьма интересные выводы кстати если вы просто хотите посмотреть сам бой от начала и до конца то такая возможность есть сделать это можно в одном хорошем телеграм-канале ссылку на то как его найти оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео теперь сам поединок во-первых некая предыстория важно понимать кто такой эрол спенс американец пришел когда-то из футбола кстати американского и он тяжело бьет крюки в корпус особенно и набивает очень большой тоннаж разрушать своих соперников как бы в целом большим тоннажом большой урон наносит у него все под это адаптировано также однажды в поединке против майки гарсия эрол спенс показал что он способен к дистанционному боксу через переднюю руку далеко достает и ближе ближе дальше дальше теперь кубинец очень боксер нестандартный в частности нестандартный для кубинца стоячий во первых мало двигается прямые практически не бьет может быть что-то с руками у него не знаю там с локтями но компенсирует на тем что снизу в разрез очень остро встречает поэтому на встречных курсах с ними биться опасно и исходя из этого мимо перед поединком еще до боя пришли к выводу что эрол спенс для него стабильный путь к победе это на дистанции дистанционный бокс потому что он там его сможет разбивать издалека а соответственно кубинец своими вот этими такими ударами не достанет просто ну вот что-то такое грубо если теперь что мы увидели в реальности во первых очень интересно когда спортсмены вышли был слух даже не слух а новость что эрол спенс стал работать с новым диетологом потому что в прошлые разы трудно давалось веса гонка и было видно то есть он действительно знаете какой-то более худой в некоторых местах а в других местах мышцы прямо есть и ого-го поединок начался ну вот они друг другу примеряются и ровно все вот как мы думали эрол спен стал делать то есть именно я в рамках не рискует именно издалека издалека чуть что левша сразу за переднюю руку переднюю ногу вправо смещается очень такой осторожный спенс а кубинец не может достать толком вот он ждет ждет он своими этими он не достать ждет входа и он доставал левый прямой в область печени левши он туда еще наклонялся и он раз туда прям как клюнет тоже так довольно неприятно и вот здесь я предлагаю немножко остановиться и смотрите что получилось то что во второй половине боя эрол спенс в одну калитку кубинца избивал в одну калитку его лупил и именно вторая половина боя была односторонняя и вот здесь очень любопытно понять как так получилось что бой из конкурентного и пускай даже окей дистанционного бокса через переднюю руку что он показал в первом раунде как он постепенно вот так вот превратился в то что эрол стал заколачивать и уже силовые удары вбивать и так и эдак и кубинца ну фактически разрушил стал причинать вред здоровью и в 10 раунде бой был остановлен вот этот переход как произошел вообще как это началось за счет чего и это очень интересно и смотрите что хочу вам сказать то есть первый раунд дистанционно именно через ближе дальше и вот именно отклоны да и то есть получается кубинец он не может то есть он концентрирует он ждет он ждет он ждет и что вот что сейчас войдут и он хочет свои вот эти вот удары а он очень далеко туда ими как бы не достает и окей окей с этим все понятно но как так получилось что спенс он же уже и на среднюю дистанцию стал входить и чуть ли не на ближнюю где он свои тяжелые крюки вешает и почему там-то ему вот во время этих избиений кубинец в разрез не навтыкал это же как бы и ну его стихия началось как мне кажется переход к тяжелым ударом со стороны спенса начался он во второй половине второго раунда я к сожалению много видео вставок сюда делать не могу потому что сейчас нещадно правообладатели киностраки и пбс шоу тайм они не знают никакой пощады могут заблокировать youtube канал но посмотрите внимательно именно второй раунд его вторая половина да и почему вот это самая интересная была такая загадка для меня окей издалека я понял он разбивает хорошо это логично это понятно но когда вот он уже стал вешать в корпус и там боковые эти свои то кубинец он же он тебя ждет он вот час вот в разрез что у него что не выходит и я понял что очень оказывается непростой спенс очень мудрый очень у него корявая но очень такая интересно самобытная техника он каким-то образом именно не то чтобы подошел и линейно бьет вот эти вот свои бомбардируют нет а он именно прячет как бы это да и то есть он свое сближение голову свою он ее как ни странно очень грамотно защищает перемещениями у него есть несколько элементов трудных воспроизвести но в общем он проныривает то есть вот он ударил где-то плечом потом прижимается вот они вот прижимаются нельзя его ударить дальше раз они уже разошлись когда он бьет по корпусу он тоже он не линейно бьет а он как-то смещать свою голову опять смещать свою голову где-то он просто именно проныривает даже без удара очень как бы низко что его там вот ну внизу когда голова идет тоже ее там трудно как бы довольно подцепить и у него есть такое вот сочетание что получается он как бы ну не открыто вот эти удары бьет что его может кубинец встретить в разрез а он каким-то образом очень голову как бы смещает и у него это наработано и именно вот наработано что он где-то и прижмется плечом вот он очень плеча прижиматься где-то он очень низко проныривает ну это он имеет право как бы полное да но так или иначе он по факту очень эффективно смещает голову и вот он именно момент когда чувствуешь что может ударить тяжело раз-два ударил ты хочешь ему ответить угаса уже некуда он или обратно унырнул далеко или как-то прижался и и в общем а между этим он как бы тоже проныривает и то есть получается вот это очень интересный момент технически давайте переходим к выводам но во первых главный вывод что спенс красавец спенса вернулся вернулся по-настоящему показал серьезный бокс реально выиграл и именно не только силой но и в своей вот этой вот самобытной технике он же на самом деле такой знаете напряженный у него лишние напряжения присутствуют вот в его боксе тело его не всегда как бы идеально слушается то есть он такой чуть-чуть какое-то вот корявый как бы что ли да но по факту вот они красавчики с тренером то есть они вместе работают что получается то и делают и из того что получается все вытянули да и эффективность она очень большая хотелось бы отдельно обсудить возможно поединок против тараса кроуфорда потому что раньше мог спенс надеяться только на габариты потом боюсь майки гарси он показал что ноги хотя вот он такой как бы ну закрепощенный немножко но он эффективные именно вот эти передвижения с шагами ближе дальше он прямо красавчик то есть они очень неудобные то есть тяжело против него и сейчас но для меня всяком случае он открыл новые свои грани то есть он как силовик может тебя молотить и между этими ударами тяжелыми он как-то проныривает так вот прячется как бы от тебя что его трудно подцепить получится ли у него это против тараса кроуфорда но вот с одной стороны нет потому что кубинец он был стоячий и он стоит он дистанцию то не особо контролирует и получается он в разрез тебя хочет ударить и вот он тут молодец спенс пронырнул соответственно против кроуфорда вот так вот пронырнуть прижаться своими этими плечами потом унырнуть это не получится потому что кроуфорд он очень расслабленный то есть он уйдет просто в нужный момент тоже там без проблем то есть он боксер очень непростой это с одной стороны но с другой стороны это бокс и спенс тоже непростой и он выше у него больше габариты он крупнее физически мощнее чем кроуфорд поэтому их поединок крайне интересный я наверное в целом верю в победу именно терреса кроуфорда и хотелось бы чтобы бой состоялся как можно раньше потому что кроуфорд ему уже сколько 35 это большой возраст для данных весов в любой момент может начать проседать могут начать вскрываться какие-то травмы поэтому хотелось бы чтобы пока оба ну машины чтобы они друг с другом сразились а вам спасибо что посмотрели данное видео всем добра до новых встреч тушу камеру а